Мы готовы уменьшить рекламную деятельность, что мы сейчас делаем, но мы не готовы ухудшать качество продукта, потому что мы считаем, что в конечном итоге все равно в нашей категории разочарованного потребителя очень трудно вернуть обратно. Поэтому мы меняем сырье с импортного на локальное только в том случае, если мы 100% уверены, что качество не пострадает. Также хотелось бы сказать, что в этих новых реалиях, а я думаю, что, конечно, не один год у нас будет кризиса, скорее всего, это длительное время, два года, он сказал, наш президент, может быть, он оптимистично так думает. В нашей индустрии, мне кажется, мы пока еще реального кризиса даже не увидели, потому что существует некий временной интервал, как вы видели, Иван сегодня презентовал, очень много квартир было построено, сдано и продано в прошлом году. Существует определенная жировая прослойка у покупателя на банковских счетах, они должны обустроить те квартиры, которые были куплены, поэтому пока что у нас ситуация относительно благополучная. И дальше много, конечно, зависит от макроэкономической ситуации, но если она не будет улучшаться, я не исключаю, что вторая половина года будет тяжелее, и 16-й год будет для нашей индустрии в целом более трудной, чем 15-й год. И здесь необходимо, конечно, объединяться именно розничным продавцам и производителям, то есть пытаться меньше энергии тратить на борьбу друг с другом, а больше тратить энергию на то, чтобы привлекать покупателя, то есть стараться идти от противостояния к сотрудничеству. Понятно, я не настолько идеалист, чтобы предположить, что переговоры с сетями могут быть легкими, конечно, нет. Мы все коммерсанты, мы понимаем, что каждый должен отставить свои интересы, и это будет и в будущем. Тем не менее, если мы будем меньше энергии тратить на обсуждение коммерческих условий, а больше сил на то, чтобы решить, как же нам все-таки привлечь больше покупателей в магазины, и постараться объяснить им, что лучше купить качественный товар, от этого выиграет и производитель, и конечный пользователь, и ритейлер, потому что он в конечном итоге будет увеличивать свою категорию. Мы достаточно успешно ведем эту работу, то есть у нас есть некоторые случаи реального стратегического партнерства с сетями, когда мы понимаем их нужды, они прислушиваются к нам, и мы стараемся именно добавлять ценность во всю цепочку создания вот этой добавленной стоимости от производства до того момента, как товар оказывается на полке. В завершение я бы хотел сказать, что, наверное, самые большие риски, которые я вижу в сложившейся ситуации, это дальнейшее усиление конкуренции и ценовые войны, потому что так или иначе мы все понимаем, что рынок будет сужаться, в этих условиях каждый будет бороться за свое место, и производителей, и розничные сети, и хотя мы за конкуренцию, безусловно, и за открытый рынок, но мы считаем, что ценовые войны могут навредить нам всем, и очень хочется верить в то, что все-таки в нашей индустрии в основном работают разумные люди, глядя на выступающих сегодня, в этом убеждаешься больше и больше, и думаю, что нам удастся все-таки найти некий баланс, чтобы не прийти к таким историям, которые я, например, наблюдал в Восточной Европе, когда в результате ценовых войн розница уходила в минус, то есть продавался продукт с отрицательной маржой, и это делалось лишь для того, чтобы иметь у себя некий хитовый продукт, но, конечно, в конечном итоге долгосрочно это не работает, и никто от этого не выиграет. Поэтому я очень надеюсь, что от нас многое зависит, присутствующие здесь, мы найдем правильный баланс, и все-таки, по крайней мере, в лакокрасочной индустрии нас не отбросят назад, к тем временам, когда самым популярным продуктом был эмаль ПФ-115, который продавался вагонами, все-таки за прошедшие годы потребитель очень сильно изменился, для него стало иметь значение бренда, он стал понимать лучше в качестве, большую роль определяет экологичности продукции, и сервису, и, конечно, соотношение цены и качества тоже очень важно. Поэтому вот с этой верой и надеждой, что все-таки все, что мы сделали положительно за прошедшие годы, оно должно дальше работать, несмотря на экономические трудности, и мы сможем вместе пройти эти трудные кризисные годы. Спасибо. Спасибо большое, тем более, что рынок DIY, ряд товарных категорий по этому рынку, действительно, по уровню маржинальности, он находится на очень низком уровне, то есть фактически тот самый дейминг, он уже убил маржи в ряде категорий, и, конечно, в этом плане все-таки конкуренция в области сервиса, качества и комплексных решений, продвижения, она в целом всем игрокам на пользу. Ну и вот маленький вопрос, подскажите, пожалуйста, сейчас на Акзонопель с точки зрения стратегии развития своих производственных мощностей, да, действительно ли в Европе осуществляется некая оптимизация производственных мощностей, что, то есть вы говорили, что в России вы планируете локализовать, увеличивать уровень локализации, а есть ли планы по расширению производственных мощностей, может быть, или там географические их планы? Оптимизация производства, о которой, видимо, вы слышали, в основном была связана именно с покупкой Акзонопелем Ася, потому что, когда объединились эти два монстра, появилось достаточно много условно лишних производств, поэтому действительно было закрыто несколько производств, и Европа внутри Европейского Союза выбрала путь так называемых мега-сайтов, то есть были созданы три крупнейших производственных центра в Варшаю, Франции и в Англии, которые и сейчас снабжают большинство стран Европы. Россия в силу удаленности и в силу таможенных особенностей не завязана так сильно на эти мега-сайты, то есть мы развиваем наше производство водно-дисперсионной краски и будем дальше его развивать. Что касается алкидных материалов, то есть такие как Пенотекс мы импортируем из Эстонии, Фаммерайт мы импортируем из Польши, колоранты из Швеции. На сегодняшний момент у нас нет планов перенесения вот этих производств в Россию. Но также хочу сказать, что несмотря на все политические события, вот эти санкции и прочее, то есть наше руководство очень, я бы сказал, прагматично относится к этой ситуации, и несмотря на все это, бизнес есть бизнес, и Россия была, есть и будет, у меня нет в этом сомнения, стратегически важным рынком для Акзенобель, и безусловно, если будут возникать бизнес какие-то возможности, мы будем расширяться в России дальше. Спасибо большое. Это очень приятно, и очень положительный момент, потому что на самом деле очень много людей, и, конечно, переживают из-за ситуации, не только российские, но и международные игроки. Сейчас я хотел бы передать слово Евгению Косинову, группу компании ЮНИКС, нашего исключительного центра. Я прошу уважаемых выступающих постараться ставим его пожестче, чтобы мы, наши уважаемые коллеги, не ограничили. Хорошо, спасибо еще. Не, мы все стараемся. Не, мы все стараемся. Ну, о причинах, собственно говоря, той ситуации, о которой у нас сегодня сложилось, я уже говорить не буду. Это, в общем-то, известные цифры. Мы, в принципе, придерживаемся их, что оптимистичный прогноз — это 15-й год, это 0. Падение на 3-5% — это умеренные, скажем так, оценки. Ну и пессимистичные, наверное, здесь границу составить, наверное, неуместно, поскольку ситуация, как известно, непредсказуемая. Что мы предлагаем? Ну, в частности, какие пути можно предложить по удержанию спроса? Об этом говорилось уже. Снижение культура везде, замещение импорта, оптимизация технологий и, главное, свойств продуктов, упрощение технологий выполнения отделочных работ, выпуск продукции узкопробеденного назначения и выпуск продуктов с уникальными свойствами. И последнее — это некоторые нововведения в упаковке. Буквально каждое из этих направлений просто проиллюстрирую какими-то конкретными примерами. То, что касается изменения себестоимости русских строительных смесей, здесь уже, в общем-то, ситуация такая же, как и в лак и красках. Порядка 60-70% себестоимости у нас, сырьевой себестоимости, она определяется прежде всего компонентами, а именно модифицирующими добавками, которые, как правило, поставляются из-за рубежа. Поскольку в 80-е и 90-е годы у нас, в принципе, полностью была разрушена химическая промышленность, и на той сырьевой вазе, которая существует сейчас, мы не можем производить ни пластифицирующие добавки должного объема и должного качества, ни сополимеров, ни отстатый этилен, ни целый ряд других добавок, которые просто необходимо использовать в сегменте средствительных смесей. Здесь, конечно, вот именно эта структура нам не позволяет уменьшать цену наших смесей. Соответственно, этот рычаг, он не совсем эффективен, с нашей точки зрения, ввиду того, что спускаться вниз до немодифицированных смесей, которые мы, в общем-то, присутствовали 20 лет назад, не совсем эффективен. Импортозамещение. В принципе, понятно, что на сегодняшний день пляжный потребитель иногда не может купить тот же самый плиточный клей стоимостью за 25 килограмм те же самые 2000 рублей, хотя такие клеевые составы присутствуют на полках наших магазинов. Тем более, покупательская спонсия в регионах она вообще гораздо-гораздо ниже. На сегодняшний день существует целый ряд продуктов, которые далеко не хуже, чем импортные продукты, но, естественно, выбор всегда остается за потребителем. Оптимизация технологии и свойств продукта. Ну, с технологией, в общем-то, ситуация достаточно хорошая. Большинство предприятий современных, они укомплектованы современными технологическими схемами, не исключение компанией. А вот изменения, в частности, свойств продукции здесь поговорим чуть поподробнее. Первое. Допустим, та тенденция, которая существовала еще, наверное, лет пять назад. Существовали отдельно клеевые составы для кафельной плитки, клеевые составы для керамогранита. И только лишь где-то вот, начиная пять лет назад, может быть, четыре года назад, начали появляться так называемые универсальные клеевые составы, которые позволили у нас фиксировать как кафельную, так и керамогранитную плитку. Это употребовал рынок, поскольку даже в современных клеечных коллекциях у нас теперь, как правило, на стену и даже в рамках одной коллекции идет кафель, на пол, как наиболее износостойкий материал, идет у нас керамогранит. Поэтому использовать два клеевых состава в одном и том же ремонте, это для потребителей считается не всегда приемлемым. Такие клеевые составы есть в том числе и у компании Юписта. Есть еще одна проблема, это, в частности, связанная с темпами твердения цементных материалов. Общеизвестно, что 28 суток это темп твердения и скорость набора 70% прочности любого цементного материала. Между тем, появляется проблема очень серьезного удлинения сроков отделки. Что мы можем предложить в этом направлении? В частности, использовать быстро твердяющие материалы. Это материалы, как правило, на смешанной основе, там присутствуют определенные компоненты, которые позволяют, допустим, использовать материалы, которые уже затвердевают и время до первого ухождения по ним может исчисляться несколькими часами. В частности, еще один тренд, который мы переняли из-за рубежа, это введение энергоэффективных материалов, поскольку, в частности, те стоимости электроэнергии, которая у нас на сегодняшнем присутствует, она просто обвязывает нас внедрять подобные вещи аналогичным образом, как и западом, нашим коллегам. В частности, вот, допустим, кладочный раствор. Известно, что 35% ухода тепла у нас идет именно через степь. Это прекрасно все знают, те, кто занимается в основном степлоизоляционными свойствами. Вот, компания «Унис» предлагает кладочный раствор с теплоизоляционными свойствами, препятствующие образованию мостиков клуба. Опять, у нас есть тоже гипсовые материалы с такими теплоизберегающими свойствами. Один из таких популярных продуктов гипсовая штукатурка с облегченным наполнителем, который препятствует уходу тепла. Изменение технологии работ с материалом, оно тоже может в определенном смысле сдержать или, по крайней мере, удержать спрос на определенном уровне. В частности, известно, что в порядке 30% времени отделочных работ занимает демонтаж старых покрытий. На сегодняшний день существует целый ряд методов и способов облегчить этот процесс. Прежде всего, вот, в частности, можно не удалять старую плитку, а использовать так называемые специальные кливые составы, которые предназначены на работе по таким сложным основаниям. То есть, без демонтажа старой плитки можно, обработав специальными грунтами, укладывать плитку поверх уже имеющейся плитки. Это относится, в частности, и к окрашенным масло-екраскам поверхностям. Вот еще одно решение, которое, в принципе, достаточно популярно. Все мы знаем, допустим, сейчас, что укладка и достаточно быстрый ремонт использования гипсокартона идет по каркасному способу фиксирования. Тем при этом теряется свободная площадь помещения. Существует еще один менее распространенный способ, это фиксирование гипсокартона по бескаркасному способу, с использованием специальных клеевых составов, как правило, на гипсовой основе, который позволяет, с одной стороны, сэкономить время на манхаж каркаса, с другой стороны, и сэкономить пространство, которое выигрывается за счет более тонкого нанесения и фиксирование гипсокартона на листах поверхности. Монтаж фасада мокрого типа, в частности, по имеющим сейчас технологиям, необходимо фиксировать на специальный клеевой состав утеплитель, проводить монтаж специального армированного слоя. Мы предлагаем, допустим, продукт, который позволяет одновременно, у большинства компаний на сегодняшний существует отдельно продукты для клеевых составов, отдельно продукты для утеплителя. Отдельно продукты для монтажа армированного слоя. У нас, допустим, есть продукт, который одновременно является и клеевым составом, и составом, который используется для поверхностной отделки. Дополнительно, он может использоваться как для фиксирования экструзии, экструдированного или не экструдированного пенополистирола, так и минерально-ватный припек, минвата. Еще один есть тренд, который в основном на сегодняшний день существует за рубежом. У нас это, к сожалению, не так сильно развитое. Это введение машинных способов нанесения материала. Между прочим, сокращение скорости отделки, в общем-то, существенное. В частности, в четыре раза можно сократить скорость отделочных работ с использованием механизированного способа нанесения тех же самых наливных полов. Или, допустим, с нанесением механизированного способа тех же самых штукатурных. выпуск продукции узкопрофильного назначения обусловлен тем, что на данный сегмент никогда не меняется спрос. Как правило, если тот же самый чашник, кто приходит в DIY, начинает искать продукт для гидроизоляции, ремонта на строительных работ, то он купит его в принципе за любые деньги. Поскольку, если у него разрушается фундамент, или, допустим, дом приходит в негодность, он просто не может там жить, то надо что-то делать в любых условиях, и он находит свободные финансовые средства. В частности, гидроизоляционный состав. Может быть, это не совсем в тему DIY, но некоторые компании переключаются на выпуск таких продуктов промышленного назначения. То есть, это ремонтно-восстановительный материал, материал для паркинга, материал для специальных цехов и материалов с повышенной химической стоимостью. Такие материалы всегда будут иметь спрос, и это есть определенным образом можно тоже использовать. Выпуск продуктов с уникальными свойствами. Мы уже говорили, что цементные материалы у нас отличаются достаточно длительным темпом набора прочности, и многие поступают, используя для отделки материалы быстрого утвердения, в частности, материалы, содержащие в своем составе гипс. Однако у гипсовых материалов мы знаем, что отличаются они очень низкой водостойкостью, и их невозможно использовать во ваших помещениях. В частности, материалы на так называемой смешанной основе цемента и гипса выгодно отличаются от чистой гипсовых материалов. Между тем, они обладают отчасти свойствами инструментных, отчасти свойствами гипсовых систем. Еще одно решение, которое может быть связано с климатическими обстановками. В частности, сложность транспортировки жидких продуктов, в частности, грунты, это краски, и главное, хранение таких продуктов, вызывает целый ряд сложностей, в особенности, когда мы идем в Сибирь и на Дальний Восток. Транспортировка должна осуществляться в отапливаемых фурах, и, соответственно, храниться эти материалы должны только в отапливаемых складах. У DIY очень ограничены склады, площади складов, и, тем более, еще и их необходимо отапливаем. Мы предлагаем, в частности, использовать сухой грунт. Подобные грунты, они гораздо легче в транспортировке, они гораздо легче в хранении, и есть в этом сегменте они наиболее востребованы именно частниками, которые могут этот продукт приготовить абсолютно различные концентрации, и если обычный рядовой грунт используется у нас при нанесении, как правило, в два в три слоя, то более концентрированный сухой грунт можно наносить в один слой, что, опять же, ведет по пути уменьшения, упрощения технологии отделки. дизайнер помещения на сегодняшний день нас поражает просто фантазией, и на некоторые, скажем так, мысли и фантазии дизайнеров любой производитель должен определенным образом реагировать и производить материалы с такими специфическими свойствами. Вот одним из таких материалов можно предложить плиточный клей Unis High-Tech. Это продукт, который способен фиксировать не только мелкоформатную, но и крупноформатную плитку на потолке. Это очень востребовано в особенности в южных частях Российской Федерации, где принято производить плиточную отделку не только пола, не только стен, но и в том числе фиксировать плитку на потолке. Ну и последнее это изменение в этом году.